Спасибо большое за предоставленное слово. Меня зовут Артем Чен. Я представляю взгляд извне, на рынок извне, то есть на нефтяной глобальный рынок из Норвегии. Представляю консалтинговую аналитическую компанию Rastad Energy. И сегодня я хотел бы как раз сконцентрироваться на нашей теме именно на периоде, о котором мы будем говорить, то есть среднесрочная перспектива 19-21 год. Какие риски неопределенности существуют на нефтяном рынке. И хотелось бы дополнить в первую очередь презентацию Александра и согласиться с ним в том, что касается энергоэффективности и альтернативных источников энергии на нефтяном рынке, в принципе консенсус сейчас, и мы с консенсусом согласны, рисков определенных на нефтяном рынке нет. Но существует достаточно большое количество других рисков, как политических, так и регулятивных, и технологических в том числе, которые могут существенно изменить и баланс спроса предложения, и ценовую траекторию. И сегодня я как раз хотел их разделить на две части. Это риски, связанные с предложением, с производством нефти, и риски, связанные с спросом. Что касается рисков, связанных с предложением. Здесь в первую очередь приходит на ум оценка траектории сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки. Что мы видели и что мы, в принципе, можем увидеть вот в этой среднесрочной перспективе. Это также иранский вопрос. Как санкции США повлияют на добычу и экспорт нефти из Ирана. Политический риск, неопределенность. И все, что связано с технологическими рисками, например, падение добычи в Венесуэле. И новым инвестиционным циклом. Как это повлияет в среднесрочной перспективе на рынок на нефть. Это то, что мы обсудим достаточно быстро со стороны предложения. Что касается стороны спроса на нефть, то, забегая вперед, скажу, что мы не видим настолько похожих масштабных рисков со стороны спроса, как со стороны предложения. И те риски, которые рынок сейчас оценивает, в частности, риск торговых войн или риск обесценения национальных валют по отношению к доллару и росту инфляции, они преувеличены. Хотя существует один точечный риск на 2020 год, а именно новые правила по сернистости топлива, которые могут существенно изменить баланс на нефтяном рынке, но опять-таки в краткосрочной перспективе, то есть на немного лет и в 2020 году. Давайте остановимся на каждом из рисков подробнее. Поговорим в первую очередь о сланцевой добыче, которая за последний вот этот год добавила примерно добычу, эквивалентную добычу Норвегии. То есть рост из года в год примерно в этом году составляет 1,3 миллиона баррелей в день нефтеконденсата. И если говорить о нефтеконденсата и жиженных углеводородных газах, то рост примерно в 2 миллиона баррелей в день. И это при том, что если вы посмотрите на этот график, здесь показан рост и в предыдущий период, в период высоких цен, цен в больше чем 100 долларов за баррель. То сейчас при цене примерно средней в 70 долларов за баррель мы видим еще больше приросты из года в год сланцевых месторождений. Вопрос, что лежит за этими цифрами, почему мы видим более интенсивный рост. И здесь следует обратить ваше внимание на несколько технологических улучшений, которые мы наблюдаем на сланцевых плеях месторождения. В первую очередь это длина ствола, скважины, она существенно увеличилась на 52% по отношению к 2014 году. Также на фут-латерале используется больше пропанта. И в то же самое время цена разработки и введения в эксплуатацию одной скважины упала. А если нормализовать эту цену на фут-латерале, то она упала практически на 38%. И здесь в эту цену входит не только бурение, но также и фрекинг. И в том, что касается, например, таких метрик, как начальная добыча из скважин сланцевых, то из-за того, что мы как раз видели и увидели и больше пропанта, и более длинный ствол скважины, то и метрики вот эти вот по продуктивности скважин увеличились. И главный вывод, что цены безубыточности скважин на сланцевых месторождении упали и достаточно масштабно сократились на 48% по сравнению с 2014 годом. То есть все это, конечно, говорит о том, что сократились издержки. И сланцы могут производить сейчас и при цене в 55 долларов за баррель, и при цене в 65 и 75. Причем при цене в 55 долларов за баррель в среднем к 2025 году сланцы могут добавлять где-то 300 тысяч баррелей в день. А в нашем базовом прогнозе сланцы растут где-то на 1,2-1,3 миллиона баррелей в день в среднесрочной перспективе. То есть экономика движет сланцевой добычей, и сланцевая добыча Соединенных Штатов, и ее экспорт на мировые рынки нефти, которая будет возрастать, это большой фактор неопределенности, фактор новой реальности, с которой мы все будем жить. Что касается другого риска, уже риска, который может подтолкнуть цену на нефть вверх. Это, конечно, риск иранских санкций Соединенных Штатов Америки по сравнению с Ираном. На этом графике вы видите досанкционный экспорт иранской нефти. И здесь вы видите уровень экспорта в октябре, который сократился примерно на 800 тысяч баррелей по сравнению с досанкционным уровнем. В том, что касается эффекта на глобальные рынки нефти, это все означает одно, что глобальные рынки нефти в этом году недосчитаются около, ну вот в конце года около 800 тысяч баррелей в день. И существует также дополнительный риск, ведь 5 ноября вот эти санкции, которые были снова введены, они подразумевают временное послабление для некоторых импортеров иранской нефти, таких как, например, европейские страны, Индия, Китай. Но они даются всего на 180 дней. Поэтому по сравнению с тем, что мы видим сейчас, сокращением иранского экспорта на 900 тысяч баррелей в день, к этой цифре существует дополнительный риск. В случае, если все страны, импортеры иранской нефти снизят импорт, кроме Китая, то нам следует ожидать дополнительной потери где-то в 500 тысяч баррелей в день иранской нефти с рынка. Существует еще один дополнительный риск в среднесрочной перспективе именно со стороны добычи, и это добыча в Венесуэле. Мы знаем, что добыча в Венесуэле сейчас находится в кризисе, и здесь вы видите на этом графике и траекторию добычи, которая начала интенсивно падать где-то с начала 2017 года, одновременно с падением числа буровых остановок, когда Шлюмберже и Холибертон покинули страну, приостановили временную деятельность там. И в нашем базовом прогнозе, например, мы закладываем добычу в Венесуэле, ее сокращение примерно на треть в 2018 году и примерно на 10% в 2019. Но учитывая тенденции, которые складываются сейчас в Венесуэле, мы можем ожидать потерю еще примерно 200-300 тысяч баррелей в день с Венесуэлы. То есть существуют как риски дополнительной добычи из Соединенных Штатов Америки, так и недостатка добычи тяжелой нефти из Ирана и Венесуэлы. Что касается... Это те риски, которые касаются непосредственно 2018 и 2019 года. Когда мы двигаемся дальше по нефтяным траекториям и дальше по нашему прогнозу нефтяному рынку, мы видим эффект еще одного цикла. То есть эффект того, что сейчас компании, ввиду того, что снизились сервисные издержки в последнее время, цена на нефть выросла, у компаний высвободилось достаточно большое средство, кэшфлоп, на котором они располагают и которые они непосредственно начинают вкладывать в добычу. Здесь вы видите свободный денежный поток крупнейших нефтяных и газовых компаний, и вы видите, как эти компании начинают вкладывать снова эти деньги и разгоняют еще один цикл роста производства нефти в будущем. Если это происходит сейчас, то на сланце мы увидим рост сланцевой добычи уже в следующие несколько лет, так как мейджоры и другие компании, традиционно занимающиеся традиционной нефтью, они смещаются в сторону сланцевой индустрии. А те проекты, которые сейчас санкционируются к разработке обычной, нестандартной нефти, они выйдут на рынок примерно в 2022-2023 году. И вот эти дополнительные объемы, которые выйдут на рынок, свидетельствуют о новом цикле на рынке нефти, который мы начинаем видеть. И, соответственно, нисходящей траектории, нисходящего давления на цену на нефть в среднесрочной перспективе. Что касается спроса, то здесь мы оцениваем в данном контексте два основных риска. Первый риск – это обесценение национальных валют по отношению к доллару, которые, во-первых, разгоняют инфляцию в странах, как уже было видно из докладов предыдущих спикеров. И, во-вторых, которые делают финансирование долгов доллара достаточно дорогим для этих стран. И в связи с этим, во-первых, а во-вторых, в связи с риском торговых войн, которые вы видите вот на этом слайде, мы можем наблюдать замедление спроса. Я вернусь в следующем слайде конкретным цифрам, но здесь мы видим как раз оценку нашу риску торговых войн между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И, несмотря на то, что рынок в течение лета оценивал достаточно серьезно риск торговых войн, на самом деле корреляция роста торговли и роста в ЛОП и в Соединенных Штатах Америки, и в Китае особенно, она невелика. Поэтому эффект на экономический рост и на потребление нефти от торговых войн, он, по нашему мнению, будет небольшим. И в целом спрос мы видим, рост спроса из года в год мы видим на достаточно стабильном уровне в среднесрочной перспективе, несмотря на вот эти вот риски, которые я сейчас описал. Существует, с другой стороны, в 2020 году дополнительный риск, который связан и дополнительная неопределенность, которая связана с новыми правилами по серенистости топлива на морских перевозках. И в основном, что мы можем увидеть, это то, что при росте бункерных морских перевозок примерно на 1,5% в год внутренняя конфигурация рынка очень сильно изменится. Сейчас на 70% рынок морских перевозок потребляет мазут, то есть высокосернистое тяжелое топливо. И к 2020 году возможен сценарий, при том, такой сценарий, когда вот эти вот все морские перевозки практически перейдут на дизель, то есть на низкосернистый дистиллянт. А чтобы этот низкосернистый дистиллянт произвести, возможно, потребуются дополнительные объемы нефтепереработки. И это поддерживает нефтяной рынок и цены на нефть, по нашему мнению, в 2020 году, по крайней мере, на высоком уровне. Если суммировать все эти риски и посмотреть здесь на последний слайд, на баланс спроса и предложения на рынке нефти, то вы видите, когда предложение превышает спрос и мы наращиваем запасы в нефтехранилищах, то мы видим колонки выше нуля. Когда мы сокращаем запасы в нефтехранилищах, то есть рынок находится в дефиците, мы видим сокращение запасов в нефтехранилищах. И в 2014-2015 году, на фоне того, что ОПЕК решили не сокращать добычу, сланцевая добыча росла, мы нарастили достаточно серьезно, на 1,2 млн баррелей в день запасы в нефтехранилищах. Но затем рост сланцевой добычи замедлился, и в 2017 году вступило в действие соглашение ОПЕК+. В связи с этим запасы в нефтехранилищах стали сокращаться. И в этом году, скорее всего, рынок будет достаточно сбалансирован. И в том числе из-за рисков иранской добычи, и из-за рисков Венесуэли. Что касается следующего года, в нашем базовом сценарии, в следующем году существует серьезное давление вниз на цены на нефть. Но если учитывать дополнительный риск от потери иранской добычи, то есть если Соединенные Штаты Америки все-таки введут санкции в отношении Ирана после 180 дней, и все импортеры, кроме Китая, сократят импорт иранской нефти, и в то же время, если учитывать тоже, что примерно около 500 тысяч баррелей в день в среднем в мире добычи, либо эта добыча ставится на ремонтные работы, либо эта добыча выпадает просто из-за рисков атак и рисков ураганов и так далее, то примерно рынок будет сбалансированный в 2019 году. Но что касается 2020-2021 года, здесь мы видим эффект длинного цикла, нового цикла именно инвестирования в нефтяную добычу сегодня. И 2020 год, здесь мы видим рынок примерно в равновесном состоянии, из-за того, что на рынок выходит новая неопределенность, связанная именно с АМО, с эффектом АМО и дополнительный спрос на сырую нефть. А в 2021 году мы уже видим на сегодняшний день ослабление цены на нефть, возможно, и эффект нового цикла именно выхода большого объема добычи на рынок, и как с осланцев, так и с других месторождений. Я думаю, что я на этом остановлюсь. Спасибо. Большое спасибо, Артем. Субтитры создавал DimaTorzok